Тема занятия. Магнитный азимут и его определение. Вопросы. Что такое магнитный азимут? Как можно определить магнитный азимут на местности? Что необходимо сделать для движения по азимутам? Как нужно обходить препятствия, не теряя ориентировки? Магнитный азимут – это угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана по ходу часовой стрелки до направления на какой-либо объект местности. Магнитный азимут измеряется в градусах от 0 до 360. Направление на север будет 0 или 360, северо-восток 45 градусов, восток 90 градусов, юго-восток 135 градусов, на юг – 180, юго-запад – 225, запад – 270, северо-запад – 315. Для определения магнитного азимута на местности надо стать лицом в направлении объекта, взять компас, отпустить тормоз магнитной стрелки и поворачивать компас в горизонтальной плоскости до тех пор, пока северный конец стрелки не установится против нулевого деления шкалы. Затем, не меняя положение компаса, устанавливают визирное приспособление так, чтобы линия визирования через целик и мушку совпала с направлением на предмет. Отсчет шкалы против мушки соответствуют величине определяемого магнитного азимута, направленного на предмет. Направление движения выдерживают с помощью магнитного компаса. Расстояние измеряют шагами или по спидометру машины. Это основной способ движения на местности, бедной ориентирами, особенно ночью и при ограниченной видимости. Для движения по азимутам необходимо заранее по карте определить исходные данные. Магнитные азимуты, направление движения между точками поворота на маршруте и расстояние между ними, которое формируется в виде схемы, или вписываются в таблицу. При движении по азимутам могут встречаться как естественные, так и искусственные препятствия, минные поля, лесные завалы и так далее, которые легче обойти, чем преодолеть. Поэтому нужно уметь обходить препятствия, не теряя ориентировки. Порядок обхода зависит от размеров и характера препятствия. Если противоположная сторона препятствия видна, то в точке А записывают количество пройденных пар шагов, зачем замечают ориентир точку Б на противоположной стороне препятствия по направлению движения, определяют расстояние до намеченного ориентира, переводят это расстояние в пары шагов и прибавляют к ранее измеренному по маршруту расстоянию до точки А. После этого обходят препятствия по его границе, точку Б. По заданному азимуту находят нужное направление и продолжают движение к очередной точке поворота маршрута. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...